Но отлично оценили работу загородных лагерей отдыха Омской области в летнюю оздоровительную кампанию 2012 года. В правительстве региона прошло заседание Межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних с участием руководителей уполномоченных органов, специалистов органов по делам молодежи, директоров загородных детских оздоровительных лагерей. Лучшие были отмечены. Вы знаете, всегда приятно получать награды. Я считаю, что на самом деле награды заслуженные, потому что наши действительно педагоги-организаторы постарались сделать летнее оздоровление незабываемым для детей. Ну и, конечно же, я считаю, что это, наверное, и признание нашей работы, но и, наверное, стимул к тому, чтобы работать еще лучше. Лауреатов областного смотра конкурса «Лето детям», который шел все три летних месяца, что длился детский отдых, наградили сразу в пяти номинациях. Работа по отбору вот этих лучших, она шла в течение всего летнего сезона. Это комплексная оценка, которая включает в себя как педагогические составляющие деятельности учреждений детского отдыха, так и вопросы безопасности, санитарной безопасности, противопожарной безопасности. То есть эта оценка сложилась вот из всех этих параметров. И я надеюсь, что действительно лучшими стали лучшие из лучших. Почти 210 тысяч ребят из сельских районов и Омска побывали в палаточных, загородных детских лагерях дневного пребывания. Школьников принимали 43 лагеря и 9 санаториев. Почти 82 тысячи ребят отдохнули в пришкольных лагерях. На эти цели из областного бюджета направили свыше 644 миллионов рублей. Лагерь, он всегда привлекал ребят и молодежь. И на сегодняшний день эта форма оздоровления остается актуальной. У нас достаточно прекрасное место. Оно уже, скажем так, обжитое. Не первый год мы там проводим палаточный лагерь. Ну и, конечно, вот отдых на природе, свежий воздух, костер – это всегда привлекало детей. Лето позади, однако оздоровление юных амичей продолжается. Свыше трех тысяч детей до конца года будут оздоровлены в санаторных лагерях и областном реабилитационном центре. Субтитры создавал DimaTorzok